Много времени занимать у коллег, у товарищей не буду. Времени у тренеров действительно немного. Их ждут дети. Поэтому депутат Совета депутатов Михаил Мурзаков начинает диалог по существу. Подробно рассказывает о бюджете округа, напоминает о необходимости вакцинации. Также речь заходит о важном областном проекте «Инициативное бюджетирование». Так, в его рамках уже этим летом в микрорайоне Перловку установят современную спортивно-игровую площадку. Далее последовали вопросы. По улице Селезнево планы, реконструкция этой улицы. Там есть сквер, есть гаражи, есть общежития, есть еще деревянные дома. Говорят, что это все будет сноситься, там будет транспортная развязка, которая уйдется уже из Москвы. Идея этой транспортной развязки в значительной степени появилась со строительством эстакады, которая идет продолжением улицы Мира на улицу Фрунс. С большой долей вероятности развязка будет построена без вот этих работ по улице Селезнево. Между железной дорогой и Рославкой шоссе? Между железкой и Рославкой. Восточная Перловка, восточная Тайнинка, я знаю. Сейчас построен один многоэтажный дом. Что будет дальше, никто не знает. Вы в курсе? Я в курсе, я в курсе, я в теме. Но сегодня в Тайнинке, в восточной Тайнинке и восточной Перловке, возможно, только точечная застройка. Потому что очень много домовладений качественных, хороших, с землей, и земля оформлена в собственность. Все это не так просто. Потому что, почему приостановился этот проект? Потому что инвестор понял, что он нерентабелен. Более того, отмечает Михаил Мурзаков, если снести старые дома, новые построить уже будет нельзя. Многие земли не являются муниципальными. На эти и другие вопросы депутату приходится отвечать и в социальных сетях. Но в последнее время все общение он перенес на личные страницы. Я перестал писать группу Перловку, потому что стали появляться некие провокационные вопросы. Я сознательно перенес общение на свою страничку в Фейсбуке, ВКонтакте, чтобы не давать возможности людям, которые... Ну, не так много этих людей, но которые пытались меня откровенно провоцировать. Поэтому я не ушел от общения, я общаюсь на своих страницах. Отметим, что на встрече, которая проходила в рамках партпроекта «Здоровое будущее», вопросы о здоровье и спорте не прозвучали. Михаил Мурзаков предполагает, что связано это с тем, что в округе делается многое для развития физической культуры и активного отдыха. И на этом не планируют останавливаться. Но время идет, и у нас меняются требования к качеству спортивных площадок. То, что было классной площадкой 10-15 лет назад, сегодня уже не классная площадка. Поэтому массово идет реконструкция площадок. Меняется покрытие, меняется оснащение площадок. Уже в ближайшее время в рамках партпроекта «Здоровое будущее» планируется сделать акцент не на количество, а на качество. Алсу Калимульна, Константин Химичев, Первый Матичинский.